Здравствуйте! Сегодня мы займемся зеленым черенкованием. В первую очередь для этого нам нужны зеленые черенки. Я вчера нарвала на улице, здесь у нас разные ирга, форзиция и здесь тамарикс. Подготовить горшочки с грунтом. У меня покупной грунт смешанный с песком. Нам нужен корневин или любой другой корените. Нужно лезвие, либо офисный нож остренький и баночки, которые будут выполнять функции теплички. Начнем для начала. Наши черенки простояли, получается, ночь в растворе корневина по инструкции. Вот здесь у меня ирга и форзиция. Сейчас я их буду обрезать, чтобы укоренять. Обрезаем лезвием над почкой по косой. Листики оставляем от них часть листа, чтобы исключить излишнее испарение влаги. Вот. Потом этот черенок берем, это у меня чуть-чуть корневина здесь, и опутриваем корневину. Берем горшочек и ставим. Вот и все, что нам нужно для укоренения. Сверху накрываем баночкой. Значит, потом мы должны будем проветривать эти черенки. Снимаем баночку и грунт должен быть всегда влажным. Некоторые черенки укореняются достаточно быстро, допустим, спире, либо та же форзиция, уже через 2-3 недели у них будут кормить. Пересаживать мы их уже будем осенью в грунт, в сентябре. Уже на дачный участок. Еще у меня здесь есть тамарикс. Я уже их укоренила частично, но я прочитала такую информацию, что если их оставить вот так вот в воде, в вазе, то они могут даже пустить корни. Пусть постоят, посмотрят. Сегодня утром я уже сделала маленькую тепличку. Здесь у меня черенки тамарикса и ирги. Вот, ирга. Ну, прочитала, что она плохо укореняется. Ну, посмотрим. Вот, 6 черенков ирги и 6 тамарикса. Ну, вот, будем ждать, что у нас этого получится. Будем снимать ролики по этому поводу. Здесь у меня тепличка с черенками, которые укореняются. Вот, здесь у меня снежно-ягодник. 6 штук, или 7. И 3 черенка форзиции. Если все хорошо укоренится, сделаем живую изгородь. Все, спасибо за внимание. Будем ждать укоренения черенков. Субтитры сделал DimaTorzok